37-летняя Наталья Водянова согласилась выйти замуж за 42-летнего французского бизнесмена, одного из самых богатых людей мира, Антуана Арно. Топ-модель показала романтичное селфи. В новогоднюю ночь Водянова сообщила поклонникам радостную новость. Наталья объявила о скорой свадьбе с отцом своих двоих сыновей. Знаменитая россиянка опубликовала селфи, которое сделал ее любимый мужчина. В кадре Водянова с закрытыми глазами нежно обнимает Арно и прижимается к его щеке. При этом модель демонстрирует новое бриллиантовое колечко на безымянном пальце левой руки. Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год со своими любимыми, написала Наталья, пометив при этом Антуана. Свадебка. Поинтересовалась одна из подруг модели. Да, дорогая, призналась Водянова. Ты собираешься замуж? Уточнила еще одна ее подруга. Yes. Подтвердила основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Поклонники модели принялись искренне поздравлять ее. Такой кадр для фильма про любовь, вы вдохновляете, какая же вы красивая женщина и мама. Истинный пример для подражания, поздравляю, Наташа. И привет всем курицам, кто злорадствовал на эту тему, ну наконец-то. Будьте счастливы сейчас и навсегда, пожелали фоловеры. Наталья и Антуан познакомились в 2007 году, а их роман начался через четыре года. В мае 2014 года появился на свет их сын Максим. Два года спустя Водянова родила от гражданского мужа второго сына, Романа. Антуан является сыном миллиардера Бернара Арно, богатейшего человека Франции. Недавно он стал хозяином ювелирной марки Тиффани. Однако колечко на пальце Натальи оказалось другого бренда. Ранее модель была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В браке с ним Наталья родила дочь Неву, а также двоих сыновей, Лукаса и Виктора. Недавно актриса Морган Снайдер вышла замуж за Джастина и родила ему сына. Наталья, Антуан и их пятеро детей живут в роскошном доме в Париже с видом на Эйфелеву башню. Водянова призналась, что ее любимый мужчина совсем не умеет готовить. Даже яичница оказывается для него проблемой. В их столовой висит большая эротическая картина.